И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, друзья, и сегодня у нас в программе Beasts of Bermuda. Играть мы сегодня будем за вот такого яркого и красочного и сильного кровожадного мегалозавра. Ну, а вначале я бы хотел вам рассказать, на каком сервере я буду играть, и где всегда достаточно приятная и комфортная игра. Итак, друзья, добро пожаловать на игровой сервер Trouble Home. Если вы хотите адекватных игроков и приятную игру, то вам сюда. На сервере проводится множество интересных ивентов, боев на арене, воздушные баталии, битвы с боссами. Кстати, насчет адекватности и приятности, администрация сервера опытные игроки и всегда вам помогут и ответят. В Дискорде вы также сможете почитать гайды, увидеть новости по обновлениям и пообщаться в теплом чате данного сервера. Также вы можете выкладывать в их Дискорд красивые фото и арты, посвященные игре Beasts of Bermuda. Все ссылочки я оставлю в описании. Присоединяйтесь в Дискорд, дружите и находите там друзей. Ну, а мы начинаем, друзья. Итак, друзья, в программе Мегалозавр. Мне он чем-то напоминает, знаете, такого маленького, недоделанного какого-то Рекса, либо Цератозавра, да, но без рожек. Кстати, я скажу так, что он достаточно быстрый, и я думаю, в принципе, свою жертву он сможет быстро догнать. Так, у нас, по-моему, уже закат, и как всегда, когда я начинаю играть в Beasts of Bermuda, идет дождь. Буквально перед тем, как начать снимать, был сильный ливень, и он закончился, это хорошо. Комфорт нашего динозавра не будет потерян, и мы не умрем раньше времени. Кстати, вкусный кусочек мяса, которым можно сразу же насладиться. А куда мы двинем дальше, я думаю, наверное, куда-нибудь вглубь острова с вами сходим, и посмотрим, может быть, найдем какие-то приключения. Слушай, он прям, смотри, как он отрывает эти куски мяса. Прям невероятно. Я представляю, как он будет рвать свою жертву, когда эта машина для убийства вырастет. Так, мне нужно еще попить. Где бы найти воду? По-моему, здесь где-то неподалеку было какое-то озеро. Что еще хорошо? Вот этому монстру, пока он находится в стадии ребенка, да? То есть, пока он маленький, смотри, ему хорошо прятаться в кустах, в какой-нибудь траве, в зарослях. То есть, другие хищники, либо травоядные, его вообще могут не заметить. Ну, разве что по следам, по нюху. Я даже прям немножко затерялся в этих зарослях. Так, ну, пойдемте вглубь острова, и там уже тогда, может быть, найдем какую-нибудь воду. Так, я нашел подходящее, вроде бы как, болотце или это озеро. Скорее всего, даже может быть река, но, короче говоря, я чуть не упал с этого склона, поэтому нужно сейчас обойти как-то и аккуратно спуститься туда вниз. И, кстати говоря, посмотри, какой у него фантастически приятный рык. И в то же время ужасающий. Ого! Не хватает только капюшона, как у Велоцираптора. И было бы вообще прям огромное сходство. Тоже такой же рык, открывающийся капюшон, высовывающийся ядовитый язык. Так, еще ребра. Мне кажется, тут недавно были какие-то битвы. Столько мяса. Хотя я могу ошибаться. Нет, это, блин, это не озеро и не речка. Это разлившийся океан. Да, был сильный дождь и было наводнение, поэтому некоторые маленькие островки сейчас затопило. Ладно, я не разочарован. Пойдемте дальше. Так, друзья, я нашел небольшое озеро, кстати, где мы можем попить и остаться на ночлег. Дождемся здесь утра, потому что очень темно. И передвигаться ночью, конечно же, тоже опасно. Так что здесь будет наш ночлег. Ну, а утром дождемся рассвета и продолжим наше путешествие на мегалозавре. Так, друзья, у нас уже рассвет. И меня разбудили чьи-то шаги. Кто-то ходит рядом с нами. И я пока немножко не пойму, кто это может быть. Самое главное, чтобы это не был какой-нибудь страшный и большой хищник больше нас. Кстати говоря, я за ночь, пока я спал, я набрал в росте. Наш мегалозавр уже как бы не детеныш. Так, давайте попьем. Наверное, сходим поедим. Там он кусочек мяса. Кто же ходит рядом с нами? Здесь хорошее место. Знаете почему? Потому что здесь, в принципе, хорошо гнездоваться каким-нибудь птичником. Здесь полно мяса. Есть вода, озеро. То есть, от голода и без воды ты не умрешь. Так, сейчас мы выйдем на пляж. И, может быть, там сможем разглядеть нашего соседа, кто к нам пришел. Так, самое главное, не переесть, иначе наш мегалозавр потолстеет и уже не сможет переносить свою тушу. Да, при росте, при большем росте, мегалозавр уже достаточно быстрее бегает. Тоже ходил рядом с нами. Так, ну давайте пока, наверное, останемся на этом берегу, я думаю. Посидим здесь. Там уже достаточно опасно. О, по-моему, мозики плавают. По-моему, еще одна моза. Или это мелкие рыбки? Нет, по-моему, это мелкие рыбки. Хотя мне показалось, что плавает семья моз. Нет, ну моза были бы намного больше, конечно, да, согласен. Эх, мегалозавр не сидится на месте, и он решил продолжить путешествие. Так, друзья, у нас рассвет, и, конечно же, наши ночные похождения не обошлись без приключений. Я упал со скалы и сломал ногу. Поэтому у моего мегалозавра сейчас небольшая травма, перелом кости. Но, тем не менее, он уже, в принципе, ходит быстрее. И я наткнулся ночью на небольшое озеро, там в ущелье скалы, короче говоря. Там лежал в озере мозик. Эта гадина меня чуть не съела. Вот, поэтому я еле унес свои лапки. Уже рассвет, и это хорошо. Давайте выйдем куда-нибудь поближе, наверное, к пляжу. Я там приглядел очень такой интересный остров. Кстати говоря, задуматься интересно, как мозик мог попасть в это ущелье, да, на острове. Наверное, скорее всего, из-за того наводнения, которое я говорил вам в начале видео. Он туда переплыл и, короче говоря, поселился. Ну, в принципе, там хорошее место. Туда постоянно кто-нибудь будет приходить на водопой. Либо травоядные, либо плотоядные динозавры. Так, сейчас я покажу один остров, на который мы с вами отправимся в путешествие в следующей нашей серии. Ну, кстати говоря, кто-то нас пригласил в пати. Ну, ладно. Так, сейчас подожди. Где же этот остров? Райский такой, я скажу. Там как будто установлены какие-то прожекторы, либо фонари. Я думаю, что там хорошая туса игроков собирается. Вон тот остров вдалеке. Вот тот остров вдалеке. И я думаю, что в следующей серии мы с вами туда отправимся и попутешествуем. Может быть, найдем компанию. Вот, поэтому ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и обязательно жмем колокольчик. Все, друзья, до новых встреч. Пока-пока.